но чтобы торговаться должны быть какие-то причины да ну да шторка видно что она видите 45 на это результат это круто фаталити вообще не даже раза не крупного стартера они все отписались а вот она церва это нашлась которую я искал вот она 919000 стоит поставили на видном месте прям возле этого здания но полироль здесь ржавчина оба тут пластик весь на месте состояние это нормальная ну-ка вот это интересно она уберется не знаю может может даже уберется салон такой необычный перешитый а чё перешит и интересно стекло третьего года зеркалом все нормально здесь вот царапки царапки слушайте по ней принципе можно поговорить пообщаться потому что цена это самая дешевая прям во всей стране снизу чё там шины кстати здесь летние что давно стоит тоже запретом что как на из улики по такой цене выгодной 18 колеса родные суппорта вот все нормально ничего не покрашу так чё тут у нас по салону кнопка икон в одном объявлении видео жена ездила на кнопки икон поэтому двигатель берегли всю эксплуатацию чё она реально бережет двигатель по ней наверно пойду спрошу у менеджера но и паутлендеру потому даже так вот мне выбили ключ от машины пока капот открою ну салон получается перешит но менеджер говорит стартовали с миллион пятьдесят семь по этой машине вот и уже по в гору как говорится точнее не в гору наоборот вниз коврики и вода педаль тоже вон стертая до железа а блин я это я открыл я думал капот это открыл бензобак лошара микантара а где у нее капот открывается а вот так посмотрим что тут у нас интересного птичей говорят никаких нету красная куртка опять это наклоняешься все сразу все собираешь на себе она еще так высоко стоит лямда зонт видимо недавно меняли свеженько выглядит так чем масло есть что-то щуп какой-то пластиковый прикольный такой видимо вот это уровень да у нас масло есть четыре цилиндра без всяких наворотов здесь пластиковых знаете вот эти как бывает мою машины капот откроешь здесь все в пластике или здесь должен быть пластик кстати да вот это вопрос это важно знать ну так папа коррозии я бы не сказал что здесь что-то сильно прям ржавая особо жести никакой я не вижу лишь качеств первый запуск так салон но ты единственно что он перешит и конечно так это чехлы до я думал это перешит и салон нет ну да так идет мягенько вроде включить не скрипит а малашки работают это хороший признак табличка прикреплена на заводе по-любому это получается чехлы да ну а как их снять посмотреть что под ними если это чехлы а вот ну-ка бирочки хочу бирок здесь нету бирки вот здесь есть теперь ствол да почти край не не на пароме почему туда ну три дня я летом в Крым ездил два дня ну как два дня с сосном а так часа 22 понятно ну у нас где-то посередине россии так скажем ну блин чё в принципе варик нормальный пробег бы посмотреть как-нибудь как нажимать он все на русском языке кстати а тут есть круиз-контроль есть блин все как я люблю менеджер хорошего так вежливо все рассказывает объясняет без всякой нервожности там все все говорю говорит как есть здесь особо так ничего не под не стер то знаете руль тоже ноут по рулю где-то ну вообще одну то есть то есть практически нормально бардак конук в восемнадцатом году получается 130 был пробег я в компьютере еще посмотрю тут поведение на машине можно посмотреть что-то мне подсказывает что должно показывать ну я просто боюсь если мы заглушим покажет но потом заводить пока он по ипожена зарядиться да мне кажется не еще не зарядился я вот покупал машину и она не есть 100 километров проехал с утра выхожу она не завелась не успел зарядиться вообще нормальный аккумулятор должен заряжаться за 8 километров до следующий я следующий пуст нормально у меня была она ночь постояла а потом уже а по автотеке вы не проверяли есть отчет что-то да у вас там тоже все на автотеке да конечно сейчас у меня отец дал сюда тигуан чтобы на аутлендер трейдинг он сейчас до сих пор тут стоит и ему говорят у тебя разбито передняя сторона крыло я один владелец я не бил машину никогда и спереди не ремонтировал нет вот расчет стоимости ремонта открываем автотеку реально там написано крыло пошли толщиномером померили даже болты нет они пишут типа расчет ремонта не говорит о том что был ему может просто посчитали ну да так и есть и даже есть расчет ремонта так и называется я вообще нормально отношусь там если машина по низу рынка то то что она просто крашена и без всякой жести это нормальное явление здесь тоже норм канал какой-то да роман го у меня не сильно большой я вообще люблю всякий канал и так ребята ранее я уже вкладывался в компанию стартап фонд инвестировал 14000 рублей вся эта история есть на канале и сейчас хочу бросить новый вызов значит что делаю я я сейчас создаю новую электронную почту чтобы не было никаких подозрений я создаю новый аккаунт регистрируюсь наверное по своей ссылочке обратите внимание на порядок в прошлый раз я вкладывал 14000 на две недели сейчас же я решил вложить 9000 рублей всего лишь на одну неделю понравился данный тарифный план тем что все быстро и уже в следующем видосе грубо говоря мы проверим получится ли второй раз там у меня все вывести или нет создаю новый аккаунт регистрируюсь в компании стартап и и кстати ребята инвестировать можно от 100 рублей и для моих партнеров компания старта фонд дарит 5 процентов на первую инвестицию если вы зарегистрируетесь по ссылке в описании регистрируйтесь и зарабатывайте со стартапом а уже через неделю вы увидите что стало с моей инвестицией как всегда будет все с пруфами на канале все увидите тут у вас классно так это как авторынок можно сходить смотреть цены там ну то есть не только на как на сайте а вот но воочию машины сами изначально был как потом уже эти сайта автору больше всего качает прям все машины кладут еще деньги авито тоже популярного авито популярно но вот как нам старший говорит со вторым больше а еще такой момент вот и вот москве покупал автосалоне там прям по телефону говорят всегда чё крашена чё не крашена я вот что-то ваш салону по мерседесу я в другой звонил другое отделение и вот по црв звонил с человеком говорил он говорит типа мне приезжайте мы тут на месте типа вам все покажем расскажем а по телефону не говорим но там как на усмотрение менеджер если клиент скажет она крашена да нет ну все все скажут что надо надо было покраска здесь человек там начинает по полчаса разговаривать но менеджер просто замечание сделать скажет ну ты либо машину продавая либо что-то просто пообщаться тебе звонят так внешне она смотрится диски вот красивые диски и цвет ее вот именно ее приходит смотреть другие цервы они там на сайте не так красиво выглядели а по торгу как вы ну то есть я допустим говорю цену предлагаю цену и вы идете старшему менеджеру и предлагаете ну я вообще торговаться не могу там старший менеджер торгуется но чтобы торговаться должны быть какие-то причины сейчас пою и у меня на это 5 причин первая причина это царапины на бампере а вторая летние колеса зимних нет третий пробег не показала приборка четвертая причина это пробег здесь уже больше ста пятая причина это мне каенщик еще покупать нужно деньги каплю потому что на нее комментировать то есть надо да ну конечно и на нее уже скидывали скидка была ну вот скинули ну она и продается не это не мало камера удобная штука боюсь а что-то этот парктроник не пикает да а мы еще близко а может стать не пикает ну да это будет эпик фейл вообще не ну так по кузову конечно есть с чему там придраться там сзади вот много коцеп там а ну надо ПТС посмотреть сейчас посмотри автотеку три владельца обед подтвержден ПТС у нас оригинал значит тринадцатый год в конце тринадцатого выдано почти четверо ну там первая регистрация может дожить первая регистрация скорее всего в четырнадцатом будет это что у нас это мы себе ее купили сейчас то есть это последняя запись а это я уже буду последним да да вы же меня запишите да в ПТС да а это плохо ну то что ПТС кончится да плохо но вы когда продаете вам придется просто в ГАИ ехать с владельцами не ему придется ПТС менять мы если продаем и вообще мест нет мы пишем письмо что продали без ПТС и отдаем чек он едет ставит ему там вот эту забирают новую дают нет в этом проблем нет ну то что ПТС будет все забитые как бы многие люди хотят чтобы два места было под них и чтобы они продавали потом с помощью давно работаете здесь я работаю в третьем месте понятно так что комфортные условия для работы у вас все это светло тепло да вообще да сидишь клиенты сами приходят ну да сидишь со всей страны приезжают ну это кстати правда и так я все еще здесь на месте событий значит мне начальник отдела согласился сделать скидку 29 тысяч при том показали входную цену и автосалон зарабатывает всего лишь две тысячи рублей на моей скромной персоне почему-то тачка это с октября здесь вялиться но на нее сначала цена была конечно космическая там больше миллиона постепенно снижали 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 финик наверное не поеду смотреть что людей беспокоить напрасно но тем более я изначально так подозрительно к нему относился по одной простой причине машина хорошая все запас хороший по цене но просто ни одного проданного нет за месяц не то что у нас по Новосибирску просто по Сибири там нету ни одной машины проданы я имею ввиду которые по нижней планке там потому что было и ДТП там и какие-то коцки имеются и там кстати крыло надо красить в ржавчине еще машину по сути я даже не смотрел в ЦРВУхе же плюсы это гораздо меньше пробег больше чем на 100 тысяч меньше пробег ты сам понял что сказал это большая ликвидность но запас по цене по сути такой же из минусов конечно забитая ПТС ну и тоже коцки по кузову как бы какие-то мелочи ну и плюс 3 расчета ремонтов было как бы но сделано все цивильно ничего батарейка в толщиномере у меня была разряжена вот закупился пошел вот сейчас пойду посмотрю толщиномером посмотрю проемы посмотрю номер кузова проверю еще раз на залоги на аресты там ничего ли не появилось хозяина пробью ну бывшего кто прошлый хозяин был фамилии там всяко разно и в принципе все вот она красавица так 28 но у меня он не откалиброванный как бы 28 это ну ближе к 100 так скажем но я увижу если будет там какие-то значительные расхождения здесь небольшой зазорчик есть ну вот эта дверь сразу крашена здесь не крашена здесь крашена ну вот так вот по зерну вообще один в один вообще вот так подобрано ну и по качеству то есть нигде ничего не облазит в принципе меня это устраивает ну вот эта дверь она скрашена ну вот на финики допустим тоже кстати вот эта сторона там крашена ну да здесь все четко так ну вот эта дверь опять скрашена 250 на фиат орк еще а идея решил посмотреть значит все проемчики здесь подушечки то есть все вон видите на месте так сидушку откинул значит на ремнях дата 7 место 13 года В принципе, похоже на правду. Так, значит, посмотрел номерочек, номер кузова нормальный. Так, с ОСАГО делаем. Пожалуйста. Так, с ОСАГО. Обязательно ОСАГО, да? Уже скидка же, он договарился. Давайте. Так, с ОСАГО теперь будет у меня в пути. Гаишники не пристанут. Все. Спасибо, что допоздна проработали со мной. Надеюсь, если к нам будут приезжать, будете машину только у меня брать. Обязательно. У вас здесь выбор хороший такой. Ну все, друзья, я внес задаток за эту ласточку. Она сейчас закреплена за мной. Завтра, значит, потрошу банкоматы. Мигом сюда. Сразу надо шины искать, восемнашки. Ну и думаю, поеду в Москву, там, на пару дней, может быть, по делам. Да так, в гости заехать. Куда-сюда погулять, там куда-нибудь зайти, заехать. Как-то с пользой время вот этот путь проводить. Кстати, Нижний Новгород тоже в планах есть. Сами понимаете, кому заехать там, к друзьям. Может, какие-то мутки замутим, там, что-нибудь. Арбузы продавать будем, там. Или на чем-то замутить бабок можно еще. Ребята, меня подучат чему-нибудь. Я им расскажу свои какие-то лайфхаки, там, по заработку. Вот, говорите, дизельную машину надо брать, там, она, типа, экономичная, тяга на низах, там, и так далее. Смотрите, сколько дизель стоит. Просто жесть. Я сейчас обратил внимание, я охренел. Как сотый бензин. У нас в Новосибири сотый бензин, кажется, вот, 50 рублей, там, с копейками стоит. Дичи вообще, просто дичи. Вот тут вот я живу, недалеко от метро площадь Востанья. Классное место в центре, вообще, просто все рядом. Куча столовок, куча кафешек, куча банков. Все, в общем, все, что нужно, все здесь есть. Уже следующий день, иду тут, облизываюсь, заряженный, иду. Сейчас посмотрю еще одну машину, Nissan X-Trail, там, товарищ попросил. И, соответственно, по CR-V, не знаю, может, номер кузова, я еще на такой же посмотрю, как там все. Я не знаю, как там все должно быть. То есть, вот эти шрифты, там, покрытие, вот это, как сравню с какой-нибудь подобным. Шторка безопасности срабатывала, да, левая? Да. Ремонт проемов левой двери. Ну, вот везде. Вот здесь 200, 500, 200, 400, 200, 3000. Ага. С поклевками двери. А вот это что значит, замена, что-то было заменено, или надо менять сейчас? Нет, это следы снятия двери, но она, видите, толщина тонкая, просто взяли новую дверь, покрасили и прикрутили. А, левая шторка, она прямо раскрыта, да? Да. Она там работает, наверное, как обычная шторка сейчас, да? Понятно. Понятно. Вот это CR-V за миллион тристер практически. Ну, года 14-го посвежее. Кожаный салон, но тоже вот есть такие моменты, такие моменты, вот такие. Тоже, как бы, есть недостатки. Вот такие. Я смотрю, она стоит намного дороже, да, на 400 тысяч, а все равно вон, вся там, вся, да? Ну, год машина такой, 14-й. Ну, на год всего, разница. Шесть лет каталась, ее там, камнями поливали, подстирали. Ну, я говорю, а что так дорого продаете? Это отельщики, да, отельщики. Да не, я пойду X-Trail это осмотреть, а вы тогда пока занимаетесь своими. У вас тут прям Елисейские поля. А это моя Honda, почему она на фасаде стояла? Потому что долго продавали, чаще мимо. А, а я здесь что-то ищу, ищу. Я Outlander еще меня интересовал. О, вон тот серебристый, ищу, ищу, нету. Думаю, продали, что ли. Вот он, да, значит, X-Trail. Какой-то чуть ниже. Ну, ладно, я тогда посмотрю его пока. 2009 год, в объявлении у него 455, что ли, цена. Значит, смотрим. Ну, практически весь он, смотрели вот диагностику, да, практически весь он крашеный. Где-то шпаклеванный, где-то крашенный. Вот туманочка, да, такой момент. Ну, в объявлении выглядит он идеально. На самом деле, когда подойдешь к машине ближе, даже вот сейчас Хонду смотрел за миллион триста, которая практически тоже косяки есть. Ну, и здесь, соответственно, вот, смотрите, если чуть ближе подходишь к машине, да, туманка, это вот только вот один элемент, только вот спереди осмотр, да, уже пошло капот ниже, чем надо, чем хотелось бы. Здесь зазор еще более кривой. Лобовик китайский, сиговский. Я не то, что ругаю сейчас, что, типа, хочу идеальную машину за эти деньги, но просто хочется показать, что на фотографиях все по-другому. И в реальности надо всегда смотреть машину живьем. Зеркало, косячок здесь. Ну, это уже такие мелочи, но все равно, как бы, кому-то они, может быть, и важны. Ну, шины так более-менее. Блин, ну, что здесь шины зимние? У меня опять летние. Покупаю вторую машину зимой, а они на летних шинах. Все потому, что в Москве, в европейских городах, зима не наступала еще. Смотрите, заначку нашел. Это с этого, с усилителя бампера, наверное, накладка пенопластовая. У меня есть ключи. Так. Со шторкой что-то здесь написано было. Ну, вот, то есть здесь какие-то пятна такие непонятные. По качеству покраски тоже вот можно оценить, да, по вот этим моментам. Видимо, скотч оторвали вот этот малярный. Ниссаны, говорят, хуже, сильнее всего гниют. Тем более, Ниссан плюс Питер. Это вообще гремучая смесь. Так, с этой стороны, ну, тоже такие вот эти коцки мелкие, да. То есть это уже крашеная, шпаклеванная, да. А, ну, вот эта дверь миненная, кстати, причем с наклеечкой. Так, посмотрим салон. Запах вкусный. На лимоне, на все, на силиконе, на вообще по полной просто программе. Ну, да, здесь пробег, блин, не спросил сколько. Ну, вот давайте ставки, давайте я есть, прошу попозже, посмотрю. Сделаем ставки, сколько вот, по вашему мнению. Пробег вот такой вот руль, уже он был кожаный, а он стал уже, как это, алькантара такой. В алькантаре превратился сверху. Ну, комбинированный, как бы, здесь еще кожа осталась снизу. И вот, соответственно, седло, да, тоже немаловажный момент. Как считаете вообще, сколько здесь пробег? Я ставлю, наверное, на 300. Люк вот такой огромный, фирменная особенность этих X-Trail. Сигналка, кстати, Шерхан. Очень много у нас, по крайней мере в регионе, угоняется машин с сигналкой Шерхан. Вот эта с автозапуском, простенькая, которая. Просто вот на форуме, там, допустим, смотришь про угон и пишут. Практически на всех Шерхан стоит. Так что очень опасный сигнал. На них то ли эти грабберы очень дешевые, то ли что. Почему вот и такая популярная в угоне сигналка, не знаю. По сути, она открывашка-закрывашка. И вот эти... Лучше бы там родная стояла. И то лучше было. Единственное, вот автозапуск, ну, это в Сибири популярная вещь. Так, что тут еще посмотреть? Так, что-то тут про шторки там какой-то комментарий был. Что-то здесь такое ощущение. А, вот оно, смотрите. Крашеная, видно прям. Я не знаю, надеюсь, вам видно, ребят? Вот риски прям под лаком видно, как шкурили вот это. Илюха, кстати, ты меня учил этому смотреть вот эту всю историю. Да, ну, да, шторка видно, что она, видите? Там, на что-то за это замотана непонятная. И она грязная. Здесь как бы не пиленая вроде ничего, но... Вот здесь почему-то шпакля есть. Тут надо вот эту накладку убирать. Вот здесь вот прям видно, что она перекрашенная, вот эта штука. Но точка на месте, и вот здесь вот эти три слоя, да? Три слоя вот эти. Ну, короче, вы поняли, да, что? Что-то, что-то здесь не то. Все, можно запаковывать назад. Но, тем не менее, раз уж начали смотреть, давайте посмотрим, что за X-Trail можно... Ой! Это что такое? Вот чем плохо вот кузов... Вот когда просто, допустим, покрашена, вот как у меня Сизуко была, она просто покрашена, и несколько лет уже назад, вот такая Сизуко, и все нормально. Но когда кузовной ремонт проходит, и вот такие моменты, да, что ты открываешь, допустим, эту дверь пятую, и у тебя из-под декоративных накладок начинает просто бежать вода ручьем, вот это называется некачественный кузовной ремонт, который и отпугивает покупателя. Так, смотрим, здесь прикольные такие органайзеры, это штырь такой, противоугонный, тяжеленький. Это на руль, кажется. Такой штырь здесь вот ящика не хватает у нас. Так вообще этот двойной пол такой, или даже тройной. Здесь тоже, ребят, видите, герметик, вот это, вангую, что он покрашен не на заводе. Так, вот эти штуки, это что такое? Я думаю, это пластиковые заглушки. Короче, вот это, видно, что не заводская покраска. Так, осмотрим подкапотное пространство, ну, наверное, одного из самых дешевых экстраэллов, тем более 2009 года, в таком кузове. Так-то они с седьмого, может седьмого таких побольше, а вот именно девятого. Так, ну здесь вот, я не знаю, какая-то растительность уже появилась, то ли грибок, то ли что это такое. Я вот не знаю здесь, телевизор должен быть черный или он должен быть серый, вот такой вот, в цвет. Так, сверху смотрим здесь. Сверху, сверху, сверху. Тоже коррозия, в общем, сверху. Даже не знаю, пацаны, вот за сколько бы вы купили такую машину? Купили бы вообще? И для каких целей? Для инвестиций, для себя, вот, например, по деревне гонять? Как считаете, вот при этой цене 445 или 455 он стоит? На автомате, кстати. Сейчас заведем. Так, авторские права нам пригодятся. 195 тысяч пробег на приборке. Ну, не знаю. Вот опять же, 195 тысяч пробег. Вот в Сузуке у меня была 195 тысяч пробег. Да тут, ну, минимум, в два раза меньше. Ну, либо здесь как-то особыми, шершавыми руками как-то пользовались. Ну, моторчик работает тихо. Ладно, что, позвоню сейчас товарищу, обрадую его. Он там уже, наверное, билет собирается покупать. Ну, что себе, смотрите, ребят, X5 нашел. 2005 год, 439 тысяч. Видочек у него такой, такой себе. Фары уже помутнели, но колеса вообще не его. Об этом даже. Шины нормальные, но колеса прям вообще не идут ему. Черный кожаный салон. Водительская потрепана, сидуха. А так, в принципе, ну, на вид норм. Ну-ка, что-то на задние двери у него. Какой-то эффект вот этот. Шпакля треснутая, похоже. Ну-ка, проверим. Ну, да, шпаклевка. Ну, вот здесь, конечно, подкрашено не очень удачно, не в цвет и некрасиво. Я вот на такие тормозные диски ругался, типа, долго стоит машина. А сейчас смотрите, что я встретил. Фаталит, я вообще извиняюсь за такой смех. Это просто жесть. Наверное, с открытия салона здесь стоит. Ну-ка, сзади что? А сзади, кстати, нормальные. Александр, ну что у нас, как оформление будет происходить? Что будем делать сейчас? Смотрите, первый взнос вы вчера сделали, там, залог, и он пойдет стоимость автомобиля. Теперь надо страховку сделать, ОСАГО. А, сначала ОСАГО? Может, сначала надо, чтобы я как собственником стал? Сначала купить машину? Или как? Без разницы вообще. Думаете, мы сделаем ОСАГО, и вам ее не продадим? Не знаю. Дальше я вам печатаю платеж, в кассу вносите, и я приношу ПТС, ну, документами обмениваемся, подписываемся. То есть у меня будет полный комплект, ваш договор с хозяином, как вы принимали, да? То есть, чтобы вся цепочка была, да, для ГАИ? Да, да, вся цепочка. Договор бесплатный? Да. Просто вот, эта, комиссия, что-то как-то, это, не... Блин, вот мне бы так продавать по две машины в день, я бы, блин, наверное, виллу в Италии купил бы себе. Ну, надо дилерский центр свой создавать. Ой, блин. Объединиться со всеми перекупами Ютуба. Перекупы Ютуба, перекупы Ютуба, объединяйтесь. И будет супер дилерский центр. А у вас же есть тут этот, в Питере, этот, перекупцы? Ваня Перекуп, знаешь? Да, смотрел, да. Прикольный. Его тоже еще позовем. Да, он же Камри к стене привязал и выпрямлял. По-моему, нет. Ваня Перекуп, Купчинский, вот тут живет, вот через дорогу, как раз. Он все видосы снимает вот в этом дворе. Я не знал даже. У вас ничего не покупало? У меня нет. А в салоне еще не было? В салоне не знаю, может быть. Гарантия юридической чистоты есть, да, я так понимаю? Да. Ну, то есть, если там что-то окажется? Да, в течение двух недель приезжайте, возвращайте. А, в течение двух недель? А если через 15 дней? Ну, закон потребителя две недели, четырнадцать дней. А, ну, вот этот интересный момент, просто, что за гарантия, расскажите? Гарантия два года, обращаться можно два раза в год, Рольф возмещает 50 тысяч рублей с одного обращения. То есть, суммарно, за два года можно обратиться на 200 тысяч рублей. если что-то сломается? Если сломается коробка либо двигатель. Поломки будут связаны с двигателем, с коробкой. Ну, вот, ОКПП, электрическая система, тормозная тоже, да? Ну, там, да, это вот условия прописаны. Ну, так вот, если своими словами, вкратце, что там, какие условия? допустим, компа сломается, вы в Рольф приезжаете и чините его. Если там ремонт тысяч двадцать, вам Рольф оплатят. А в Новосибирске Рольф есть? Нету. А где есть? Петербург, Москва. Два города, да? Да. Понятно. Но если вы ее перепродадите, гарантия, она все равно будет действовать. Потому что она присваивается автомобилю. Поэтому я договор подкрепил в каждой экземпляре. Ага, понятно. Тут вот договор и все эти дефекты мелкие, крупные, все, что было, все указано на момент, когда вы ее принимали, да? Да. Ну и, соответственно, что-то из этого уже устранено. Да. Так, интересная особенность. В каждом салоне по-разному да получается? Ну, политика Рольфа, значит, в основном Рольфа будет тоже салон. Гарантия? А в других салонах у них может быть подруга. Да. Серьезно. Это файлик, Да. А у нас знаете, как это называется? Мультифора. Мультифора? Да. Первый раз слышите, да? Да. Ваши права. Нужно умение снимать, монтировать. Снимать, монтировать? Да. Говорить, улыбаться. курсы блогеров начались только что. Это вас сам бог послал? Да, да, да. Реклама блогеров у нас не получится обменом, так что уж не серчайся, ладно? так бы мы сразу придумали как канал назвать. Здесь штук. Чтоб крутым блогерам доходит ноль. 60 тоже нормально. Это же 42. Подписчика. У меня 40 45. 45. Но это результат. Да. Это круто. КБМ 05, 45 подписчиков. Супер вообще. Пятерка ваше число, мне кажется. Да. Надо было учительнице знать моей. Действительно. Когда я учился. Роман, мне лучше не отвлекаться, чтобы мы с вами крайний раз увиделись. Поэтому я вас отпускаю. Время свободное, минут 15. Все хорошо. Свою карту дадите? Да, да. Платите, чем будете? У вас пикнуть можно? Можно пикнуть. Я просто привык уже телефоном пикать. Это прекрасно. Это же прекрасно. Как весело с вами. Так, сейчас думаю, где кэшбэк больше? На Сберии. На Сберии? Там спасибо. Спасибо. А на Сберии сколько там спасибо? знаю. Знаете? Зависит от вашего класса. Спасибо от Сбербанка. Понимаете? есть спасибо, есть огромное спасибо, есть больше, чем спасибо. У меня там платиновая вся система. Да не платиновая система, там нету платинового. Роман. Где вы мне собрались проводить? Мне просто интересно. Вы сами спросите, карта где? Вот карта. Я не знаю, где можно провести. Оу май. Я проведу где можно. Где скажете по инструкции? Геористическая карта где? А, вы вам на почту или как? Ватсап можете. Я бы с вами не обменилась. Я в Питере бываю. Ну что, почту писать? Давайте, да. Селфи не будете надевать? Да нет, конечно. А подпишитесь на канал? Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Я вас смотрю. 46 там будете. Они все отписались. У меня и так осталось. Мама, бабушка осталась, тетя. Да, родственники. И мамины подруги. И мамины подруги. А они не тот контент, да? Все, до свидания. Счастья, здоровья вам и вашим близким. Так, машина несколько часов простояла на зарядке и нифига ни даже раза не крутнула стартером. Сейчас не знаю, надеюсь получится решить вопрос с аккумулятором. Не хотелось бы опять встрять как в прошлый раз. Так, ну вроде все, все проблемы решены с аккумулятором. Ну что, как? Все, поменяли аккумулятор. Проверяйте. Сейчас заводится, да? Да. Блин, на супер вообще. Второй ключ? Второй ключ. Все, можете поздравить меня. Поздравляю вас с покупкой. Спасибо. Не встречайтесь с гаишниками. Счастливого пути. Спасибо. Александр. Удачно вам продать. Спасибо за напутствие. Решал все проблемы. Блин, вообще просто отличный менеджер. Помог с кучей вопросов. Вообще, хоть и мелочевка, но просто реально куча вопросов. Считай, сутки, вчера я принял решение уже, и уже сутки прошли, и все какие-то мелочевки, то по страховке, то еще что-то. Полочку. Поверил? Да, полтора на месте. Все. Спасибо. Вот. Желаю стать как можно быстрее топ-менеджером. Спасибо. Когда я приеду за Порше сюда в этом году, там в конце, чтобы уже эти... Ну, выезжайте только ко мне. Обязательно, да. Мой номер есть. Да. Ищиков тоже к Александру. Да, Александр на Витебском проспекте, Витебский, да? На Витебском проспекте вот автосалон. Все обращайтесь. Реально вообще от души. Ну, что, все, поеду кататься? Все. Счастливо. Ах, парни, моя Хонда ЦРВ. Все, ключи, страховка, документы, все у меня. А, бензин, наверное, залили. Потому что тогда немножко совсем плеснули. Мне кажется, так бы стрелка не продвинулась настолько. Уже, ладно, не буду заморачивать. Проблемы своими про бензин и так далее. Вонючечка, кстати. О, вонючка, Рольф. Ребят, смотрите, с кем встретился. Это Дима счастливший, который выиграл. Офигеть, это вот тот самый салон. который мы поддерживали и планировали. Салон. Ребята,